Наша пятнадцатая лекция по разведению сельскохозяйственных животных посвящена служебным и декоративным животным, ну и их своеобразной продуктивности. Это, конечно, ни молоко, ни мясо и даже не рабочая производительность, как у лошади, но тем не менее мы этих животных используем и они нам приносят определенную пользу, служат какую-то службу. Здесь, конечно, сюда относятся прежде всего собаки, сюда относятся кошки, сюда относятся канарейки, вот о них мы сегодня поговорим, ну и ряд других животных тоже сюда будут относиться. Эта лекция у нас уже последняя по теме продуктивности замыкающая и дальше мы приступим к следующим вопросам разведения. О декоративных, о служебных животных написано очень много, существует масса литературы, особенно о собаках, особенно о кошках, прекрасно можно увидеть в магазинах продающуюся эту литературу. Каждой породе посвящены определенные исследования и в целом собаководству и фелинологии посвящены какие-то исследования, но тем не менее бывает не все из этих источников хороши, иногда просто такая довольно поверхностная книжица примитивная. Но некоторые есть очень хорошие и серьезные книги, вот в частности, например, два автора по фамилии Войлочников, один и другой, «Лайки и охота с ними». Эта книга еще издана в 1974 году, там как раз хорошо рассказано и о происхождении Лайки, и о ее особенностях, и о работе с ней. Есть такая знаменитая книга автора по фамилии Зубко, «Служебное собаководство», издана в 1987 году. Тоже все, так сказать, примеры использования собак, там именно служебных собак, там хорошо расписаны. По декоративным собакам есть автор по фамилии Хасанова. Книга называется «Декоративное собаководство. Необычное и обычное о собаках». Издана в Ташкенте в 1990 году, но тираж большой, найти ее можно. Есть такой автор по фамилии Псалмов и другие авторы, там целый коллектив. Книга называется «Служебное собаководство», издана в Петрозаводске в 1992 году. Если мы хотим, например, что-то прочитать о канарейках, то существует такая тоже единственная в своем роде книжица. Автор по фамилии Лукина. «Певчи, декоративные и цветные канарейки. Москва, лесная промышленность, 1987 год». Вот достаточную информацию о канарейках мы можем подчеркнуть из этой книги. Ну и можно, конечно, обращаться к электронной библиотеке e-library, где литература на эти темы также расположена в достаточном количестве. Первое, о чем мы поговорим, это собаки и значение собаководства. Ну, о значении собаководства, в общем, много говорить не приходится, оно всем понятно. Собаки известны своими способностями к обучению, к игре, к социальному поведению, что тоже очень важно. Выведены специальные породы собак для самых различных целей. Они предназначены, например, для охоты, для охраны, для тяги гужевого транспорта, для различной разыскной службы и так далее. И есть, конечно, декоративные породы собак, которых человек содержит дома, и они составляют ему компанию и радуют его своим нарядным внешним видом. В настоящее время в мире насчитывается более 400 пород собак. В зависимости от выполняемой работы, а также от других потребностей человека, их всех условно разделяют на служебных, охотничьих и декоративных. Ну, охота это тоже своего рода служба человеку, но вот охотничьих выделяют отдельно. Итак, следующая наша под тема это классификация собак. Служебные собаки это группа пород, которые служат человеку для выполнения какой-либо работы. Наиболее характерными чертами или признаками этих собак является недоверчивость к посторонним, они не должны соблазняться на посторонних людей. Некоторая злобность, чуткость, смелость, агрессивность даже и способность к дрессировке, а также преданность своему владельцу, вожатому. Вот у служебных собак есть еще подгруппа определенная, каждая из которых имеет свои особенности. Служебных собак разводят для защитно-караульной, разыскной, сторожевой службы, геолого-поисковой и даже газоразведывательной службы. Поскольку собаки чутье развито очень сильно, то вот в этих направлениях она используется. И там, где человек не учует какие-то вот запахи такие тонкие, собака может учесть. Поэтому ее с этими целями вот используют. Также используются собаки для службы связи, подноса легких грузов, для ездовой службы. Вот, они являются проводниками слепых, глухих, инвалидов. Используют их в поисково-спасательной и в пастушьей службе. Это известные собаки, например, овчарки. Ведь это название происходит от слова овца. И эти собаки созданы специально, чтобы пасти овец изначально. Сегодня они уже, конечно, во многом тоже превращаются в декоративных собак, утрачивают свои основные признаки, инстинкты. Но, тем не менее, изначально это пастушеские собаки. Ну и различные специальные службы, скажем, розыск наркотиков, взрывчатых веществ, оружия. Это сегодня всем хорошо известно на всяких разных вокзалах, в аэропортах. Мы встречаем кинологов с собаками, которые, в общем, сидят спокойно. Но если только у кого-то что-то запретное будет пронесено, сразу же собака учует и подаст сигнал. Эти собаки очень умные и специально натренированные. Ну и в ряде других служб собаки также используются. В зависимости от направления службы выделяют породы собак и отдельных особей в породе, которые по типу высшей нервной деятельности и по анатомическому строению наиболее приспособлены к специфике выполнения той или иной службы. То есть вот для того, чтобы быть пастушеской собакой, для того, чтобы быть какой-нибудь там вот разыскную работу вести, у собаки должны быть свои определенные какие-то черты. И не каждая собака, не каждая порода подойдет для какой-то конкретной службы. Ведь это все отрабатывалось, ну, по крайней мере, десятками лет, а то и больше. Ну вот, например, основной особенностью пастушеских собак, которые вот овец должны пасти, является отсутствие охотничьего инстинкта. Иначе, если бы она пасла овец и вдруг увидела бы какого-то зверька, там, зайца, кинулась бы за ним и забыла бы про свою основную работу, про то, что ей нужно пасти овец. Вот. И, в общем, она не должна отвлекаться на посторонние вещи и не должна, конечно, охотиться на своих подопечных, на тех, кого она пасет. Вот этих инстинктов у нее быть не должно. Но собака, например, проводник слепого, должна иметь другие качества, среди которых, например, индифферентность к посторонним раздражителям. А так вот ведет она слепого, скажем, где-то по улице. Тут проехала машина, зашумела, и собака испугалась и убежала, и бросила своего слепого. Ну что ж это за собака такой, тоже она не должна быть. Вот об этом, обо всем нужно знать, когда выбирать и дрессировать собаку для использования с определенной целью. Теперь охотничьи собаки. Это тоже большая группа собак, которую используют преимущественно для различных видов охоты. Делятся они на борзых, гончих, норных, легавых и других собак. Я думаю, что многим эти названия знакомы. Общий признак, который определяет их, так сказать, продуктивность вот эту своеобразную, это сильно развитый охотничий инстинкт, как раз в отличие от пастушеских собак. Различные виды охоты в различных условиях требуют у собак наличия определенного, скажем, анатомического строения и развития отдельных органов, организма и других особенностей. Ну вот мы знаем, скажем, такую породу, как таксы. Сегодня в городах многие разводят таксу, потому что она маленькая, компактная, удобная. И у таксы есть проблемы с позвоночником, как знают некоторые таксоводы. Может собака как-то резко, скажем, прыгнуть, повернуться и вызвать определенный перелом даже позвоночника. Проблемы. Почему? Потому что позвоночник очень длинный. А почему он длинный? Потому что собака создана для того, чтобы охотиться на животных в норах, то есть выгонять лисицу, там еще каких-то животных. И вот эта специфическая черта, такое узкое тело и длинное, это приспособленность к норной охоте. Другие, скажем, борзые собаки поджарые, сухощавые, которые должны бежать по пространству, так сказать, с высокой скоростью. Поэтому у каждой охотничьей собаки есть какие-то свои изюминки, свои специфические черты. Вот есть также третья разновидность, как мы сказали, это декоративные породы. Они служат для удовлетворения эстетических потребностей человека. Вот какие у человека потребности в эстетике, такие у него и породы. Они имеют разное телосложение, величину, всевозможную окраску, они радуют глаз. Но в основном декоративные породы все-таки мелкие. И в городах сегодня, ведь люди в основном преимущественно живут в городах в наше время и заводят у себя вот таких мелких декоративных собак. Поэтому гуляя где-нибудь в городе по парку, мы, конечно, чаще можем увидеть маленькую собачку, чем какую-то большую взрослую овчарку или каких-то еще там шарпея какого-нибудь. Вот в основном занимаются маленькими собачками, как гласит народная мудрость. Маленькая собачка до старости щенок. То есть все думают, что она еще маленькая. На самом деле это просто такие размеры у собаки. Вот это была классификация. Теперь немножечко поговорим на тему рабочие качества собак. Ведь вот корова дает молоко, лошадь дает нам работу, производительность некую, скажем, свиньи дает мясо и сало. Собака тоже дает определенную, ну в кавычках, скажем, продукцию. Поэтому мы здесь в этой лекции и разбираем такую вот отрасль, как собаководство. Вот собак тоже оценивают по рабочим качествам. И вырабатывают у них эти качества, тренируют, как, собственно говоря, и лошадей, и других животных. Так вот, показателями рабочих качеств собак является объем выполняемой работы. Она должна оцениваться вот по такому показателю. Скорость выполнения, выносливость, правильность и качество выполнения вырабатываемого навыка. То есть собака должна работать много, четко, быстро и качественно. Вот для этого мы ее должны дрессировать, для этого существуют различные курсы дрессировок. После выполнения программы обучения, когда мы подготовили собаку, проверяют их на тот или иной навык. То есть осуществляют некоторые испытания. Служебные собаки проходят испытания по той или иной службе. Охотничьи проходят полевые испытания. Иногда такие вот тренировки бывают, испытания, когда, например, запускают в поле какой-то муляж несущегося зверька, и собака должна этот муляж догонять. Вот, и за это ей ставят определенные оценки. Так что какие-то спортивные, скажем, испытания тоже проводят для соответствующих пород собак. Так вот, сначала научить собаку нужно, потом ее оценить. При оценке собак, отбираемых для племенной работы, непременно следует учитывать их рабочие качества, по которым мы их оценили. Они должны определять ценность собаки для того или иного рода службы, к которой она относится. То есть, очень важно провести оценку, чтобы раскрыть ее генетический потенциал. Отсутствие проверки качеств собаки, передающихся по наследству, приводит к появлению собак со слабым типом высшей нервной деятельности, чрезмерно возбудимых, трусливых, плохо поддающихся дрессировке, со сниженным обонянием и так далее. То есть, когда мы собаку не оцениваем, когда мы ее не проверяем, то получается так, что в разведение может всякие разные собаки могут попасть и привнести свои какие-то плохие качества. А для того, чтобы понять, что у нас идеальная собака, прекрасная, надо провести оценку. И только на основании оценки мы должны отобрать животных, подобрать родительские пары и дальше заниматься разведением. То есть, все как и при разведении коров, лошадей, кур там и кого угодно. Оценка и отбор проводится. Вот таким образом, оценивая собаку по рабочим качествам, очень важно определить тип темперамента животного, преобладающую реакцию поведения, состояние анализаторов органов чувств, слуха, обоняния, зрения, степень надрессированности, податливости к обучению, активность в работе, физическую выносливость, способность к быстрому бегу и степень выраженности охотничьего инстинкта, если это нужно. Вот эти качества мы проверяем при оценке животного. Тип поведения собаки имеет очень большое значение. Формируется он в основном, конечно, на основе каких-то наследственных задатков, то, что животное получило от родителей. Но и внешние факторы тоже повлияют. Врожденные рефлексы совершенствуются под влиянием внешней среды и в тесном взаимодействии с выработкой условных рефлексов. Как известно, условные рефлексы вырабатываются на базе безусловных при взаимодействии с окружающей средой. Существуют некоторые основные типы поведения собак, которые мы должны оценивать. Ну, в частности, это умеренно возбудимый тип, это возбудимый, это малоподвижный, спокойный, таких собак тоже мы можем себе представить, и пассивно трусливый, что нежелательно. И, так сказать, это уже собака плохого качества, это понятно. На рабочее качество собаки влияет преобладающая реакция поведения также. То есть, у каждой собаки есть некий такой стереотип, как вот и у людей тоже. Есть человек, скажем, такой альтруистичный, есть человек агрессивный, есть человек ворчун какой-то, да, вот такие разные типы преобладающие поведение. Так и у собак тоже. Хорошая племенная собака должна обладать, значит, вот такой основной реакцией, оборонительной. То есть, она должна, в случае чего, сразу же показать себя, обороняться, вот, в такой, в активной форме. И при достаточном проявлении всех других реакций тоже. Большое значение имеет состояние органов чувств, как мы уже говорили. Прежде всего, это обоняние, это орган номер один, орган обоняния у собаки. Это слух, это зрение, с помощью которых она может на расстоянии ощущать и присутствие, наличие пищи, присутствие особей своего вида, хищного зверя, посторонних людей, тех же самых наркотиков, оружия и так далее. То есть, без этого собаке никак нельзя. Вот, она должна хорошо видеть примерно на расстоянии 250-300 метров. А если это специализированная, скажем, какая-то охотничья собака, натренированная, то дичь она должна видеть даже на расстоянии до 500-700 метров, вот, чтобы погнать эту дичь или какие-то еще другие произвести действия. Высокую чувствительность обоняния собаки используют для розыска, например, отставших от стада, затерявшихся животных. Это если вот пастушеское животное, тоже мы знаем такие примеры, когда где-то в горах, скажем, пропала овца, и вот пастух пошел разыскивать эту овцу, и собака ему является верным помощником. Для преследования преступников также необходимо хорошее чутье на границе где-то нести, вот, такую караульную службу, вот, по следам необходимо их найти. Для охоты на дичь, для поисково-спасательной службы, ну, и для различных специальных служб, то есть обоняние всегда это номер один. И вот острота органов чувств, она зависит также от наследственных задатков и от специальных навыков, которым собаку обучают. Дрессировка помогает выявить особенности органов чувств и строение нервной системы, как уже мы говорили, то есть потенциал раскрывается именно в дрессировке. Чем быстрее и совершеннее реагирует собака на внешние раздражители, тем скорее она будет приспосабливаться и поддаваться новым, более сложным требованиям дрессировки. То есть вот такая собака должна быть податлива к дрессировке и быстро, как бы, по ступенечкам подниматься от простых задач к более сложным. К племенному разведению допускают только дрессированных собак, обладающих отличными рабочими качествами, предки которых несколько поколений использовались в службе и охоте. Это сегодня не так уж часто встречается, потому что большинство собак, к сожалению, уже, ну, так, если можно сказать, выродилось. Ведь в городах преимущественно живут владельцы собак и вот эти все рабочие навыки, рабочие качества, ну, за исключением тех, которые, вот, как уже мы говорили, разыскивают наркотики или преступников. А в основном-то собаки, они превращаются потихоньку в декоративных, и все их рабочие качества, которые были в прошлом, они деградируют, к сожалению, и найти хорошую такую служебную собаку с богатой родословной, с оцененными предками, это, ну, такая своего рода редкость уже сегодня. Обучение собак из поколения в поколение, отбор лучших помогает не только выявить, но и развить, усовершенствовать в породе рабочее качество, необходимое для использования животных в той или иной службе, охоте и так далее. То есть, вот, опять же, это раскрытие генетического потенциала. Ну, как и у других животных, у собак существуют определенные факторы, которые влияют на их рабочее качество. В частности, это наследственные факторы, они играют важнейшую роль, так сказать, и имеют большое значение в формировании различных тканей, органов, а как следствие особенностей поведения собаки нервной системы, тип высшей нервной деятельности формируется, по наследству передается органы чувств и анатомическое строение животного, ведь немаловажно его телосложение, скажем, промеры. И иногда вот даже проводили мы такие работы, довольно часто бывает связаны между собой телосложение собаки и ее рабочее качество. Да, если собака какая-то неказистая, с неправильной формой тела, то, конечно, уж какие с нее там рабочие качества. Вот. Внешние условия также сыграют большую роль и сильно повлияют на рабочее качество собаки. Вот. Ну, это, например, факторы кормления, содержания, метеорологические, климатические, стрессовые различные факторы, наличие каких-то посторонних раздражителей. Вот. Это все к внешним условиям относится. Ну, и, конечно, важнейший внешний фактор – это дрессировка. Дрессировка собаки, чтобы выявить ее потенциальные возможности и полностью их раскрыть. Вот. Это главнейший фактор. Если у собаки есть выдающийся генотип, все заложено в нее хорошее, что ей передали предки, и есть еще хороший тренер, который ее надрессирует, то у этой собаки хорошее будущее. Вот. И также повлияет на рабочее качество общее состояние организма собаки. Ее физическое развитие, режим работы. Вот. Они также играют заметную роль в проявлении этих вот рабочих качеств. Ну, как уже мы сказали, существует громадное количество пород собак. И рассказать обо всех, конечно, невозможно. Ну, хотя бы упомянем некоторых таких самых главных героев. Например, аляскинский маламут – такая есть собака. Это достаточно крупное животное, аборигенного происхождения, предназначено для работы в упряжке. И является одной из древнейших вот таких ездовых собак. Выведена она племенем Малемьют, по которому и названо, вот, получилось название маламут. Есть две линии маламута, которые немножко отличаются и по экстерьеру, и по рабочим качествам. Исконный цвет этой породы серый такой волчий. Но бывают и различные другие оттенки. Маламут нуждается всегда в активных прогулках, потому что эта собака сугубо создана для того, чтобы покорять пространство. Если маламут содержится дома, в квартирных каких-то условиях, то, конечно, для него это очень неподходящее. Английский кокерспаниель. Всем знаменитый, всем известный. Тоже есть такая порода собак, выведенная в Англии еще в начале 19 века. И в 1902 году была уже признана порода официально. Это небольшая порода с висячими такими ушами, созданная для охоты. И иногда меняются требования к стандарту. Но собака продолжает развитие, развивается и до нашего времени. Есть такая порода под названием Доберман. Это тоже такая короткошерстная служебная собака, довольно крупная, выведена в Германии, в Тюринге. А автор ее был Карл Фридрих Луис Доберман, в честь которого она и получила название. Первоначальное название было Тюрингский пинчер, поэтому иногда ее называют Доберман пинчер. Вот такая замечательная порода собак. Есть, например, ирландский волкодав. Есть вот такие картинки в интернете, где этот волкодав ростом чуть ли не самого человека, рядом с которым он находится. Это одна из таких вот охотничьих собак, самых крупных в мире. Высота в холке достигает иногда 80 сантиметров даже. И это очень древняя порода. Первое письменное свидетельство еще встречается в римские времена, зафиксировано в 391 году до нашей эры. С тех пор эти собаки считаются, что непрерывно развиваются на протяжении многих столетий. Разводятся как в Ирландии, так и в других странах. Всем известная и знаменитая немецкая овчарка. Тоже изначально она использовалась как пастушья, служебно-розыскная порода. Но сегодня уже во многих семьях она выполняет и такую просто компанейскую функцию, как собака-компаньон иногда с детьми занимается. Особенно шотландская овчарка Колли, маленькая Шелти. Вот они очень, так сказать, расположены к детям, к играм. Ну а немецкая овчарка может быть чуть более агрессивная. И тем не менее, тоже она используется и в домашних условиях, и, конечно, с хозяйственной целью. Вот есть гладко-шерстные, длинно-шерстные овчарки. Есть некоторые проблемы с экстерьером в связи с тем, что оценка рабочих качеств не всегда проводится. Вот такая порода существует. Ну, есть еще порода русская псовая борзая. Тоже все прекрасно представляют. Псовой она называется, потому что вот эта волнистая шерсть, такая тонкая, красивая, называется псовина. Она покрыта этой шерстью. И первое описание русской борзой относится еще аж к 17 веку. Она использовалась на охоте. Все знают эти сцены охоты, описанные Львом Толстым, другими авторами. Вот на охоте использовались эти псовые борзые собаки. К концу 19 века в нашей стране насчитывалось приблизительно 3000 борзых собак. И примерно более 2000 из них имели родословные. Вот это некоторые наши слова о собаках. Теперь перейдем к следующей нашей героине. Это кошка. Она тоже является, ну уже не служебным, но декоративным животным. И весьма на этом фронте преуспела. Человек создал огромное количество пород кошек и очень их любит. Так вот кошка. Фелис сильвестрис катус. Это значит кот лесной. Сильвестрис это значит лесной в переводе с латинского. Это домашнее животное. Одно из наиболее популярных в качестве животного компаньона. С зоологической точки зрения это млекопитающее семейство кошачьих отряда хищных. Как всем это известно. В настоящее время насчитывается около 600 миллионов домашних кошек. Вот такое громадное количество. То есть население где-то 7,5 миллиардов. А вот 600 миллионов кошек насчитывается. Выведено примерно 200 пород. Иногда говорят больше, иногда меньше. Но вот 200 пород зарегистрировано различными фелинологическими организациями. С древнейших времен кошки ценятся человеком. В том числе и за способность охотиться на грызунов, домашних вредителей. Конечно, первые известия, как уже мы говорили о кошке, относятся к египетским временам. Египет был, так сказать, житницей древнего мира. Получали очень много там зерна на этих полях по берегам Нила. И, соответственно, нужны были животные для борьбы с грызунами. Потому что где зерно, там грызуны. А где грызуны, там нужна кошка. Вот. Так что она выполняет и своеобразную такую служебную функцию. Если помогает человеку охотиться на грызунов, защищает его, так сказать, амбары, различные склады. Ну и кошка является также, как уже мы сказали, и компаньоном. Породистыми считаются кошки, обладающие определенными чертами, свойствами и присущими одной из зарегистрированных пород. То есть, чтобы отнести кошку к породе какой-то, нужно это доказать, что она происходит из этой породы. А доказать как? Во-первых, по документам. Во-вторых, по внешнему виду. То есть, соответственно, она должна обладать некоторыми характерными чертами. Разные есть фелинологические организации, то есть, организации, которые занимаются кошками. И кто-то признает какие-то породы, кто-то не признает. То есть, между ними вот нет такой согласованности. Есть еще определенные раздоры, что ли, можно так сказать, между этими организациями по поводу признания или не признания тех или иных пород. По-моему, в собаководстве тоже есть такие скользкие вопросы. Среди общего числа кошек лишь менее 1% официально являются породистыми. То есть, все остальные наши вот эти мурки, всякие васьки, коты, они в основном беспородные. И только 1% или даже меньше того являются породистыми, с родословной, с характерными признаками. Ну вот спросите у вашей домашней кошки, есть у нее документы, как в одном мультфильме говорили, или нету. Так что, конечно, большая часть кошек, она просто кошки беспородные. Беспородные кошки также могут участвовать в выставках, если она вроде бы внешне, она похожа на представителя данной породы. Но вот не доказано, нет документов. Они в выставках тоже могут участвовать, но где-то вот в отдельной какой-то категории. Различные фелинологические организации делят породы кошек на некоторые группы. Но, в частности, есть такая классификация. Первая группа это экзотические и персидские отдельно. Вторая группа полудлинношерстные. Третья группа короткошерстные и сомали. И четвертая группа ориентальные или восточные кошки. Вот такая есть классификация. Другая, например, вот Всемирная Федерация Кошек выделяет 4 группы, но немножко по-другому называющиеся. Это длинношерстные, это полудлинношерстные, короткошерстные и сиамоориентальные короткошерстные. То есть, как мы видим, в основном характеристика кошек, классификация этих пород связана с длиной шерсти. Длинная шерсть или короткая шерсть. И также отчасти она связана с происхождением кошки. Ну, наверное, у многих есть дома кошки. Все, так сказать, представляют себе такую среднестатистическую кошечку-мурку. Но на самом деле, если посмотреть описание пород, то мы увидим, что есть кошки очень сильно отличающиеся друг от друга. И, конечно, все вот эти, ни одну сотню пород мы описать и рассказать не сможем. Ну, хотя бы кратенько, вот о некоторых породах два слова. Ну, например, вот абиссинская кошка есть такая, очень древняя. Одна из самых древних в мире вообще. Она встречается на египетских изображениях некоторых. Такая, знаете, худенькая кошка с большими ушами такая. Наверное, многие видели, кто листал какие-нибудь картинки по истории Древнего Египта. Вот такие, например, гробницы египетские 15-14 веков до нашей эры. Вот уже в них встречается изображение кошки. Как известно, кошка там была священным животным. Вот поэтому она в таком вот изобразительном искусстве нашла свое отражение. Ну, абиссинская она называется, потому что местность называлась Абиссиния. В свое время ныне это Эфиопия. Вот. И оттуда она попала в Европу. Британские солдаты, в частности, завезли этих кошек. Вот. Предки жили на территории Египта, как мы уже говорили, вот когда шла речь у нас об одомашнивании кошек. Современная абиссинская порода уже формировалась в Европе. Где-то уже вот к 19 веку она сформировалась. Вот. Были различные выставки этих животных. Существует, так сказать, определенная племенная работа. Вот. Есть несколько окрасов у этой породы. То есть вот люди увлеченные, они занимаются разведением этой абиссинской кошки. Другая, тоже такого восточного происхождения, называется бенгальская порода. Это, собственно говоря, даже межродовой гибрид дикой и домашней кошки. Вот. Созданная, в частности, трудом американского селекционера Джин Милл в середине 1960-х годов. Бенгальская кошка необычна тем, что по окраске она напоминает, ну, какого-то дикого из крупных кошачьих. Какого-то леопарда, например. Потому что у нее такая вот основная коричневатая масть с черными полосками и с красивыми такими темными пятнами, расположенными по всему туловищу. Вот такая замечательная, такое замечательное животное. Крупное достаточно, мускулистая, подвижная. И вот именно напоминающая леопарда. Так что вот бенгальская кошка тоже совершенно уникальна. Есть такая порода под названием египетский мау. Это короткошерстная кошечка среднего размера с пятнистым окрасом. Она такая белой масти с серым таким фоном и серые пятнышки по всему туловищу. Причем не только на шерсти, но и на коже эти пятна встречаются. Тоже современная история этой породы началась, ну, примерно где-то сто лет назад. В некоторых европейских странах стали проводить селекцию этой породы. Поголовье было очень сильно сокращено во время Второй мировой породы, буквально до нескольких особей. И уже после войны поголовье было восстановлено, вот, буквально с этих нескольких особей. То есть, очевидно, есть проблема бутылочного горлышка у египетского мау, когда кошек достаточно много, но генетическое разнообразие у них очень небольшое. Довольно популярный в последнее время мейн-кун. Это тоже порода. Считается, что это аборигенная порода кошек Соединенных Штатов Америки. Вот, она произошла в штате Мэн, и внешне напоминает этот крупный кот, напоминает енота в какой-то степени. И енот называется ракун по-английски. И поскольку штат Мэн является главным местом происхождения, то вот соединили это ракун с Мэн, и получился мейн-кун. Это крупное животное, вот такое длинношерстное, пушистое, с кисточками на ушах, и внешним видом своим, и некоторыми повадками, как бы напоминает енота. Вот поэтому и назвали его мейн-кун. Это, как владельцы утверждают, очень умная кошка с высоким интеллектом, легко поддается дрессировке, привязывается к своему хозяину. Так что вот такая прекрасная порода. Есть сиамская кошка, тоже довольно известная в мире. Это вот как раз к сиамо-ориентальной группе она относится, восточного происхождения. У нее очень характерная внешность. Это вот такое худощавое телосложение, длинное, небольшая клинообразная голова с большими ушами. И для сиамской кошки характерен акромеланизм. Это известный такой тип окраски. Когда животное в основном белое, но у него черной является морда или кончик морды, уши, кончики лап и хвост. Акрос это по-гречески значит край, конец. А меланос это темный. То есть темные концы, дословно, если перевести этот акромеланизм. Вот такая сиамская кошка существует и работа с ней тоже ведется. Ну и в конце концов, например, среди кошек имеется также сибирская кошка, распространенная в пределах нашего отечества. Это полудлинношерстная кошка с очень густой, теплой шерстью, которая не пропускает влагу, защищает от холода. Ну в Сибири, как известно, климат суровый, и сибирская кошка вот такой сложилась пушистой, с густым подшерстком для того, чтобы защититься от холодов. И первые упоминания о предках сибирской кошки относятся еще к 16 веку. Формировалась она вот на территории Сибири, при Уралье, вот, и вот в таких суровых климатических условиях, что наложило отпечаток на формирование этой породы. Ну вот это буквально кратенько о некоторых породах. Да и в общем, не такова наша задача в этой лекции, чтобы перечислять все породы. Это просто мы упомянули некоторых наиболее ярких представителей. Ну и последний представитель декоративных животных, о котором мы сегодня поговорим, это уж тоже совсем экзотично, это канарейка. Почему именно канарейку мы выбрали, а не попугая, скажем, не черепаху, хотя эти вроде бы тоже давно живут с человеком. Потому что канарейка, ну так вот официально, является все-таки единственным видом животных, который называется домашним. Вот не встречалось нигде мне название, что попугай, например, или черепаха относились к домашним животным. А вот канарейка официально домашнее животное уже несколько столетий. Поэтому мы, как занимающиеся разведением сельскохозяйственных и домашних животных, мы вот скажем несколько слов о канарейке. Хотя, конечно, где-то близко здесь будут и черепахи, и попугаи, и ужи, там, и все прочие животные, которых человек разводит дома в декоративных целях. А всякие рыбки декоративные в аквариумах тоже, конечно, сюда будут относиться. Если уж так начать широко говорить о декоративных животных, то вообще никакого времени не хватит. Но наш предмет все-таки в основном не об этом, а о, в частности, в данный момент мы говорим о своеобразной продуктивности. Ну а какая продуктивность декоративных животных, это вот то эстетическое удовольствие, которое мы от них получаем. Поэтому вот и поговорим про домашнюю птичку под названием канарейка. Эта птица является под видом канарского канареечного вьюрка. Относится к роду канареечных вьюрков, к семейству вьюрковых, под отряду певчих, отряду воробьинообразных. Если вы возьмете всех птиц и посчитаете их численность, то, наверное, добрая половина от всех птиц будет входить в отряд воробьинообразные. Их очень много. И вот, в частности, наша канарейка сюда же и относится. Самец канарейки называется кенар, птенцы называются канарята. А сама отрасль, вот человек, который занимается разведением канареек, такая отрасль, называется канароводство. Вот, отрасль такая есть, но это все-таки не сельскохозяйственное животное, потому что мы от нее продуктивность, продукцию не получаем. Ареал дикой канарейки, это, как и само название говорит за себя, архипелаг канарских островов с сопредельными территориями. Этот ареал отличается мягким климатом, теплым. Здесь круглый год температура 16-24 градуса. Ну, все прекрасно знают, что канарские острова это курортная зона. И вот в этой курортной зоне и развивался наш канареечный вьюрок, который стал диким предком домашней канарейки. Она хорошо адаптировалась к клеточному, к вольерному содержанию. И почему мы ее считаем домашней? Потому что разводится и селекционируется она человеком уже более 500 лет. Вот такое старое уже домашнее животное. Намного старее, чем, например, пушные звери какие-нибудь. Многолетняя селекция привела к изменению голосового аппарата канарейки. Сделала более красивым и разнообразным пение ее. Вот, ну, те, кто слышал пение канарейки, я думаю, представляют, как она поет. И надо сказать, что с непривычки иногда человек долго не выдерживает этого громкого такого пения, как, вот, помните, еще Маяковский писал, а из-под потолочка верещала оголтелая канарейца. То есть, вот, некоторым этот крик кажется, как такое оголтелое верещание. Очень громко и действительно надо очень сильно любить эту птицу и привыкнуть к этому крику, чтобы вот заниматься канароводством. Не каждому это дано, наверное. Размеры домашней канарейки несколько больше дикого предка, изменились в более такую сторону укропнения. Примерно 13,5-14,5 сантиметров длина тела. Имеются и крупные канарейки длиной от 11 до 23 даже сантиметров зафиксировано в литературе. Канарейка отличается гармоничной формой вьюрка. Это круглая такая, округлая сформированная голова и короткий кеглевидный клюв. То есть, она очень такое гармоничное, красивое телосложение. Вот. В канароводстве различают еще и несколько направлений. Там не только пение. Так вот, есть такие направления. Это певчие канарейки, цветные канарейки и декоративные. То есть, вот, само по себе пение и сам по себе разный цвет, это еще не декоративность. А декоративность это необычные формы. Вот те, кому интересно, можно в интернете посмотреть, какие еще внешние формы бывают у канареек, очень необычные. К певчим канарейкам относятся, ну, например, такие, как немецкий, немецкая порода или гардский роллер. Они поют глубоко, сильно, с закрытым клювом. То есть, такие гортанные издают интонации. Есть бельгийская певчая канарейка под названием, как и небезызвестная овчарка бельгийская, малинуа. Тоже такая есть разновидность. Вот. Она ведет свое происхождение от того же роллера, однако обладает более богатым пением. И вот проводят конкурсы в канароводстве. В таком пении насчитывают до 12 колен. Есть даже их названия. Это, например, журчание, булькание, клокотание, кнорра, флейта, три различные вариации колокольчиков, шокель и три колена соловья. То есть, канарейка даже подражает соловью, как бы, да. И вот селекционеры, канароводы заставили животных и отбирали животных, которые немножко подражают соловью. Даже три колена соловья она способна, как бы, спародировать. Вот. Есть испанская певчая канарейка, есть русская певчая канарейка овсяночного напева, то есть, такого простого. К цветным и декоративным канарейкам относятся вот такие цветовые формы. Белая, серая, желтая, зеленая, красная, еще различных оттенков красная. Чубата, рябая или орликин. Вот такие названия. Есть также хохлатые, фигурные, курчавые, горбатые и расписные канарейки. Вот это, что касается различных окрасок и различных форм тела. Но вот этот чубчик на голове, это, конечно, что-то невероятное. Курчавые канарейки, у которых лохматые перья в разные стороны и выглядят весьма эффектно. Это тоже вот в интернете можно посмотреть, эти картинки увидеть. Тут поневоле увлечешься канароводством, когда увидишь такую красоту. Ну, несколько слов о разведении канареек. Спариваются они в основном в весенний период. Большую роль в готовности к размножению играет увеличение длины светового дня, как и у многих животных. И наличие особи противоположного пола. То есть, когда только самочки, например, сидят, то они особо спариваться не хотят. А вот когда подсаживают самца, это действует некоторым возбуждающим образом. Центральная нервная система посылает сигнал, значит, включает гипоталаму к гипофизарной системе и начинается размножение. Собственно говоря, как все это нам и известно. У самца к периоду спаривания семенники увеличиваются в 300-1000 раз. Вот это, представьте, вообще невозможно, чтобы семенники самца канарейки, вот этого кенера, увеличиваются в 300-1000 раз. Вот так официальная литература нам говорит. Самка откладывает от 5 до 7 яиц голубого цвета. Масса яйца, вот представьте, мы знаем у сельхозптицы самое мелкое яйцо, это у перепелки где-то 10-12 граммов. Это мы считаем очень мелкое яйцо. У канарейки масса яйца 2-2,5 грамма. Размер примерно 20 на 15 миллиметров, то есть совсем крошечные яички. Но зато срок инкубации у них 13-15 суток. По сравнению с куриным это быстрее происходит инкубация, потому что яйцо мелкое. Строит гнездо и высиживает птенцов в основном самка. Самец лишь изредка заменяет ее, когда ей нужно кормиться. Но почти постоянно находится возле самки и поет. Самое главное, что вот он ее как бы развлекает, пока она высиживает яйца. Когда же вылупляется канарята, то кормят их уже оба родителя вместе. Ну при клеточном вольерном содержании, когда человек заботится о кормлении, тут большой проблемы нет. Но дикий канареечный вьюрок, вот там и самец и самка летают в поисках пищи для своих детенышей. Известна также и гибридизация канареек. То есть разводят не только в чистоте вот этот вид канарейка, канарский канареечный вьюрок. Но еще и осуществляют гибридизацию с некоторыми близкими родственными видами. Ну в частности, известные гибриды канарейки с такими видами, как сам канареечный вьюрок, как чишка, щегол, коноплянка, зеленушка, чечетка, снегирь. Это все родственные канарейки, очень близкие виды. Так что если увидите зимой снегиря, сидящего где-то на веточке, то это буквально троюродный брат вашей домашней канарейки. Спаривает в основном самку, канарейку с самцами выше названных видов птицы. Гибриды отличаются многообразием окраски, богатством пения. Но как у всех гибридов есть проблема такая, что часть из них бесплодна, однако часть плодовита. И таких гибридов получено очень много. Они все описаны, особенно вот в книжечке Лукиной, которую я вначале вам рекомендовал. Ну вот мы подошли к финалу этой нашей огромной большой темы продуктивность животных. И разобрали все, начиная от самых важных типов продукции, таких как молоко и мясо. И заканчивая уже совсем экзотическими, такими как кошки, собаки и канарейки. На этом мы тему продуктивность заканчиваем. И в следующих лекциях продолжим изучение разведения сельскохозяйственных животных. На этом спасибо за внимание.